И вновь самоподжог. Сегодня в полдень сотрудники Генеральной прокуратуры стали свидетелями шокирующего инцидента. Жительница города Шу облила себя бензином и подожгла прямо в здании КПП. На такой отчаянный шаг она пошла, чтобы власти обратили внимание на ее сына, якобы незаконно осужденного за хранение наркотиков. Илья Рыбин расскажет подробнее. Этот день в Генеральной прокуратуре начался как обычный, пока в здание контрольно-пропускного пункта не зашла жительница города Шу. 49-летняя Майера Рысманова с двумя спутницами. Женщина постояла в холле несколько минут, затем облила себя бензином и подожгла. Постовые бросились на помощь, стали тушить огонь. Причина самоподжога постружила ее несогласие с осуждением сына Ахметова, 1988 года рождения. Незаконное хранение наркотических средств в высококорпном размере к 4 годам, 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. К зданию Генеральной прокуратуры сразу приехали медики. По предварительным данным, женщина получила тяжелые ожоги. Ее отвезли в больницу. Но журналистам в медучреждении были не рады. Нельзя снимать. Руками не надо трогать. А почему нельзя снимать? Почему нельзя? Ну почему, скажите. Потому что нельзя. Ну почему? Вы можете объяснить? Потому что в больнице прийти. Известно, что пострадавшую в результате самоподжога женщину доставили в ожоговое отделение 1-й городской больницы. Однако узнать о состоянии ее здоровья у нас не получилось. Съемочную группу охрана просто выгнала из больницы, а в комментарии нам отказали. Только ближе к вечеру удалось выяснить, что майора Рысманова находится в реанимации. В прокуратуре также сообщили, дело ее сына запросили из Шуйского суда для проверки. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда недовольные решением суда родители устраивают акции протеста. Буквально две недели назад возле этого же КПП жительница Жамбульской области в защиту сына, осужденного за педофилию, в присутствии журналистов, также облила себя бензином. Однако довести дело до самоподжога представители СМИ не дали. А в мае этого года жительница семьи организовала более мирный протест, запустив голубей у здания Верховного суда. Обращая тем самым внимание властей на якобы сфабрикованное обвинение против ее сына, отправленного за решетку за хранение наркотиков. Но эти протесты никак не повлияли на вердикты. Илья Рывин, Уркенток Мурзин, Информбюро, Астана.